А что это? Что это за карта такая? В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить настройки своего аккаунта, тег создателя контента Viter, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом участвую. И все. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами Viter и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн. Это у нас срочное включение, поэтому поставьте, пожалуйста, лайк, потому что у нас вышел анонсик новой какой-то карты в телеграм-канале разработчиков. И это что-то прям дико интересное. Вот такая штука мне нравится, вот такая штука эта заходит. Напишите в комментариях, как вы думаете, что вообще это за карта. Ну, а я сейчас буду пытаться, соответственно, также догадаться, что это, потому что я вот лично еще не видел данный видеоролик. Потому что, ну, все такое интересное, естественно, должно быть с первой реакцией на видеоролик. Потому что, ну, когда ты смотришь в повторе, типа, ну, это такое себе, такое себе. А тут я увидел новость, увидел какие-то такие штучки, такой опачки-попачки-тапочки. А это надо записать, надо, соответственно, контентчик ребятам у нас завести. Поэтому мы с вами что делаем? Правильно. Будем смотреть данный видосик, я его уже скачал. И вот он, соответственно, какой у нас интересный и, возможно, красивый. Естественно, мы отключаем запись. Так, и это... Ё-моё! Чё это такое? А что это? Что это за карта такая? Лиса какие-то, поля какие-то... Какие-то горки, стеночки. О! Вот это мне чё-то нап... А я, походу, знаю, что это. А я, походу, ребята, знаю, что это. Так, подожди, подожди, подожди. Ты догадался? А ну-ка, а ну-ка, набежи в КНР. Вот именно на это именно догадался, что это за карта, или не догадался? Я, ну, я... Если ты играешь очень часто в танки, я так думаю, ты догадался. Потому что у меня уже есть, как говорится, представление этого всего дела. Та-ты-шо, та-ты-шо, деревья такие, да, интересненько. Это прям полноценный какой-то лес лесной, прям неожиданно, неожиданно. Так, подожди, 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 подожди. Давай, где этот у нас моментик? Моментик, как говорится, спойлера этой самой карты. Потому что вот здесь. Всё, останавливаемся, останавливаемся. Ну и давай, ты, ты, блин, вот предположи сейчас, на какую карту её у нас? Тут есть вообще какое-то, хоть маленькое предположение, на какую карту я сейчас у нас зайду и какую карту создам. Подсказочка, первая буква F. Ну, понял же, что я и такой, ну, по-любому понял. Так, давайте создадим MM-версию этой карты. Ну, мои предположения, что это Форест. Прям вот по вот этому, соответственно, скриншотику. Ну, как все скриншотики, по вот этому стоп-видео. Это прям очевидный Форест. Потому что, ну, либо это какая-то новая карта, на что я бы не ставил прям такие дикие ставки. Потому что подъёмчик, вот эти вот штучки, вот эти торчащие темки. Это прям, прям тотальный Форест. Вот, вот смотрите. Вот смотрите. Сюда остановимся. Сюда остановимся, да? Угу. Сюда остановимся. Угу. Вот встали, да? И мы видим. Вот там вот, где мой никнейм, вот такой билбордик есть. А вот здесь подъёмчик есть, да? Да? Ощущаешь? Вот эти вот штучки, которые, соответственно, у нас также есть на вот этом видеоролике. Там билбордик. Вот здесь билбордик. Это прям именно, по-моему, то самое место, которое нам показывают в данном видеоролике. В данном видеоролике. Ё-моё! Это серьёзно? Это здесь так? Так Форест переделают жёстко? Я всё... Я всё... Виражи, виражи. Что? Что делается? Ё-моё! Я, по идее, как бы всегда предполагал и знал, что Форест, ну, он, как бы должен быть, ну, знаете, такие лесным, густым, необычным, достаточно интересненьким и прям сверх каким-то гениальным в какой-то своей области. Но что его так именно изменят? Ну, предположений вообще диких не было. Просто посмотрите, это карта, карта, на которых просто имеется у нас куча и много кустиков. На которых ты заходишь, там, флексишь, джиггернаут убиваешь, как у нас было вчера в каточке. И, в общем-то, всё. Здесь, конечно, деревья такие есть. Типа деревья. Типа деревья. Давайте. Вот это. Вот оно, вот оно. Типа дерева, да? Типа дерева. Окей. Но ничего такого другого прям нету. Никаких гигантских, соответственно, лесов здесь у нас тоже нету. А здесь прям, прям, я вам скажу, леса достаточно интересненькие. Ну, естественно, это всё у нас дело снято так, что это, конечно, задний фон. Вот эти деревья, которые там вот сзади, вы видите, такие огромные и большущие, это не более, чем задний, соответственно, фон. Естественно, этих деревьев больших на самой карте у нас не будет. Будут такие же кустики, такие же, соответственно, как и на этой карте, но фон поменяется на максимально лесной. Боже мой, господи, какая атмосфера дичайшая. А разработчики, почему вы это не начали делать раньше? Почему? Вот, вот, действительно, почему? Но это, это же, это совсем другой уровень. Не знаю, кто бы там что ни говорил, танки скатились, не скатились там, ещё что-то в этом духе. Но вот, чем разработчики занимаются сейчас... Блин, я тут кое-что подумал. Ну, окей, давайте, отпустим тот факт, что сейчас очень много всякой донатной фигни, очень много, соответственно, дисбаланса на картах. Но дисбаланс у нас объясняется очень простым, соответственно, мнением, что нет игроков, нет онлайна в игре. Из-за этого, соответственно, дикий дисбаланс. Потому что ты у нас на мелком звании, тебя всегда кидает легенда, потому что играть некому. Игроков там 3-4-5 тысяч максимум у нас, соответственно, за выходные, даже какие-то за день в пиковом онлайне. Из-за этого, соответственно, это вся проблема по балансику. Вот, потому что донат в Тану как всегда был, но он измерялся всегда в разных категориях. Раньше это были комплекты с кристаллами, которые ты у нас не мог себе приобрести, потому что раньше кристаллики фармились очень сложно, ну, гиперсложно. И чтобы тебе быть прям лютым нагибатором, тебе приходилось донатить именно на кристаллы. Сейчас, чтобы тебе быть лютым нагибатором, тебе нужно донатить как раз-таки на устройства, которые дают дикое превосходство в игре. То есть, один вид доната поменялся на другой. Ну, это объясняет тему, что игре нужно. Ладно, бог с ним, что я объясняю. Помимо вот этой вот всей донатной херни, которую разработчики делают, ну, действительно, ну, вот кто поспорит, я не знаю. Может быть, кому-то действительно не нравится. Действительно, может быть, есть такие люди, которые скажут, ну, это такое себе, ну, типа, танки уже не то, танки уже, типа, такое себе. Вот, вот, старые карты, вот у меня там, ноутбук мой, не фурычит на этом всем деле. Не могу нормально играть. Блин, ну, не знаю, по-моему, эти карты у нас максимально более-менее оптимизированы. И более-менее на них, соответственно, можно кайфово находиться и кайфово играть. Это, опять же, может быть, я сужу чисто по своему компику. Но, блин, хз. Я у нас заходил, приходил к родителям, уродить ли ноутбук за, вроде бы, 40 тысяч. Что-то. Или 30 вообще тысяч. Вроде за 30 тысяч. Слабенький достаточно. Но вот, но тем не менее, захожу, вырубаю там некоторые настройки. Не все. Не на нулину. Некоторые настройки вырубаю и стабильные, и 60 фпс. Прям вообще на изи-пизи, как говорится. Поэтому, ну, фиг его знать, фиг его знать. На какие там компах лагает. Или есть там комп, конечно, за косарь. Естественно, там у нас будет лагать. Потому что все равно обновочку нужно у нас делать. Обновочки нужно совершать. Как ты не крути. Вот, но вот эта штука, блин, давайте еще, давай еще раз посмотрим напоследок. И я люблю вот эту всю тему. Вот, и к чему я веду? Что вот разработчики занимаются именно графикой, составляющей игры. Это достаточно полезная штука и полезная тема. И если этого не делать, танки бы закрылись уже очень-очень давно. Поверьте мне. Уж приходят игроки, которые действительно любят играть в танки онлайн. И говорят, что сейчас играть намного интереснее. Ну, я один из тех людей. Да уж, простят меня, наверное, алды, которые пишут в комментариях, что 2015-2016 года в танках были прям супер-мега лучшие. Мега-уникальные, мега-интересные. Был дикий онлайн. Да, дикий онлайн был. Но, ребята, танки не менялись у нас с 2012 года. И по 2015 год я у нас отыграл. Они стояли тупо на одном месте. И мне было дико-дико скучно. И уже с просто играния я у нас перешел на запись именно ролика. Потому что танки в 2015 году мне наскучили. И если бы не YouTube, я бы в них не играл. Потому что в них ничего не менялось. Сейчас же приходят люди, которым нравится это все дело. И нравятся, соответственно, изменения. Вот. Изменения это хорошо. Поэтому привыкайте, учитесь. А не застопаривайтесь на одном месте. Так, давай. Еще, как говорится. Один разульку. Одну разульку. Я у нас хочу. Вот это нормально. Я тебе не знаю. Измененный карток. Я уже прям жду, когда все у нас, кстати, ремастер-карты сделают. Ну, детализация такая. Прям дикая, дичай же интересная. Прям сверхгениальная. Ну да. Не будет тех танков, знаете, квадратных. Ну, если честно, мне всегда нравилась новая графика. Когда выходили танки 2.0 с измененной графикой. С вот этим всем делом. Не знаю, почему сейчас такой хейт к крутой графике. Но тогда, когда это все выходило. Когда, соответственно, показывали крутую измененную графику. Особенно в танках 2.0. А когда еще вышло танки, соответственно, X. Те же самые танки онлайн, только с офигенной графикой. Все просто писались от счастья. Но хотели поиграть вот в этой сей темке. Поэтому, поэтому как-то так. Ладно, на этом мы с вами будем заканчивать. Буду уже выпускать вам данный видеоролик. Кому он понравился, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал. Нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok